Педы говорят, что сначала человек начинает поклоняться тем, кто на иконах. Он знает, что есть возвышенно, жили когда-то давно. Он начинает им поклоняться, святость приближается к его жизни. Он лучше понимает душу. Начает святость, приближается к жизни. Что происходит дальше? Он начинает ближе воспринимать, что есть святые, ближе к нему. Потом начинает понимать, что на земле кто-то из святых людей живет. Он начинает понимать этого человека, общаться с ним, может быть, на расстоянии. Потом дальше он понимает, что святые люди на самом деле не только там где-то, а те даже, которые стремятся к святости. Это тоже очень возвышенные люди. И он начинает чистоту видеть в людях, которые стремятся к святости. Он начинает иметь наставника уже из своего круга людей. Так как он принял такой постулат в своей жизни, у него появляется круг общения уже среди возвышенных людей. Потому что люди, которые стремятся к духовному, они так живут. У них у каждого есть наставники, и они относятся друг к другу очень с большим уважением духовным. Это правило, по которому надо жить в этом кругу людей. Некоторые не выполняют этого правила, начинают видеть недостатки в таких людях и уходят из этого круга потом, из духовного. Потом они опять думают, есть какие-то более возвышенные люди, я буду с ними общаться, ищут. Другой круг духовный находят, может быть, другой вере. Начинают опять общаться. Если он культуру отношений установит, что надо смотреть в людях в этих чистоту, а не недостатки искать. А чтобы видеть чистоту, надо им служить. Надо заботиться о них, бескорыстно это все делать. Тогда человек постепенно, который встает на этот путь, начинает все больше чистоты в людях видеть, и наступает момент, когда он становится зрелым духовно. Что значит зрелым? Начинает видеть чистоту в равных себе. Он людей, которые занимаются духовным правом, на равных находят с ним, считает лучше, чем себя. Смотрите, интересный момент, что все люди в основном не могут видеть грехи в своем сердце. Почему? Потому что сознание сильно направлено вовне. Что значит не могут видеть грехи? Они себя считают хорошим, такие люди. Но люди, которые серьезно духовно развиваться, начинают постепенно, они начинают считать, что тот вот человек рядом со мной, он лучше, а я хуже. Это не потому происходит, что он стал шизофреником. Нет, это происходит потому, что он начал видеть в своем сердце грехи. Чем больше духовно человек развивается, тем больше он грехи в своем сердце видит, и тем больше он себя считает хуже других людей. Но это при этом, вы сразу скажете, ага, значит у него чувство собственного достоинства становится плохим. Нет, вы ошибаетесь. Его чувство собственного достоинства становится совершенным. Потому что достоин только тот, кто ценит других. Понимаете, оно может по-разному работать. Несовершенное чувство собственного достоинства. Я себя ценирую сильно, других очень слабо. Можно ли себя ценить сильно и других одновременно? Нет. Или ты других сильно ценишь, себя слабо. У тебя внутреннее сознание работает внутрь. Или ты себя сильно ценишь, других слабо. Тогда сознание работает наручь. Два варианта. Так кто такой святой человек? Он себя ценит очень, ну как бы как ценит, он ценит свою духовную жизнь, но знает, что у него много грехов, и поэтому люди, которые видят, что они очень духовные, а плохое он в них смотреть не хочет, он любит их больше, чем вот просто отношение к себе. У него отношение к жизни это отношение к другим, то есть он хочет служить другим людям, любит их, заботится о них и о себе забывает. Это означает очень возвышенная личность. Это нельзя имитировать состояние. Большинство из нас, 99%, включая меня, мы больше заботимся о себе, о своем благе, считаем себя хорошими. Это означает недоразвитость. Вы скажете, а как считать вообще жить с таким чувством, что ты греховный? Точно так же, как с объемом работы. Вот допустим, у тебя есть, ты должен помыть пол, в квартире грязный пол. Как жить с этим? Нормально. Если ты привык мыть пол, то нормально ты живешь с этим. Мьешь и моешь пол просто, чувствуешь, чище уже, чище, значит все нормально. Но понимаете, люди, которые не имеют понимания об объеме работы, вот они и страдают в этом мире. Почему они страдают? От меня ушел муж. Вот если бы вы видели, что там внутри у вас накоплено, и сколько мужей от вас должно уйти по факту. Так баб, вы не беспокоились о том, что только один ушел? Должно больше уйти на самом деле, что все это отработало, всю грязь, которая там внутри накоплена. Продолжение следует... Ты же скрывал глаза, закрывал глаза на это все. Ты бросил человека, и все время говоришь о том, что ты его не бросал. Что так получилось, что он сам бросил меня на самом деле. Но это тебе не поможет, потому что тебе за это отвечать-то придется, а не ему. Это у тебя сосиска болтается, а не у него. Понимаете, о чем я говорю? Как бы мы себя не считали, судьба к нам будет относиться так, как положено, а не так, как нам хочется. И вот в этом и заключается страдание. В разнице между пониманием себя, как личности, и с тем, что происходит со мной в моей жизни. Теперь спросите, а как же сделать так, чтобы понимание было нормальным? Для этого надо контактировать со светлым человеком. То есть надо найти святого человека, священника, который живет как монах, допустим. Это самый надежный способ. Монастыряк, допустим, он молится постоянно, ничего ему не надо. Ты ему приносишь что-то, он говорит, да тебе больше нужно. Оставь себе. Ну, возьмите, пожалуйста. Ну, хорошо, он берет и раз использует, допустим, для служения как-то. Монастырь отдает. Ну, то есть возвышенный человек, ему ничего не надо в жизни. Почему ему ничего не надо? Потому что он использует себя в другом направлении. Ему по факту очень много надо, гораздо больше, чем нам с вами. Но другого. Он все направляет на служение людям, ему надо вот это все. Он испытывает счастье, он занимается этим, служит, служит, служит. Потому что ему это надо, он счастлив очень сильно в жизни. А мы несчастны, потому что мы занимаемся не тем, чем надо. И у нас вызывается другое чувство внутри, чувство неприязни к этому миру. Мы отсекаемся, страдаем от него, от того, что мы с этим миром соприкасаемся. Почему? Потому что не туда идем. Бог показывает нам. Не то, не та жизнь. Не то делаем.